Ну и еще одно видео по инвестиционным монетам, по крайней мере пока есть серебра, сейчас хочу пробежаться с вами по новинкам на сайте Апмекс. Это американский сайт, на котором представлены практически все инвестиционные монеты мира, как из золота, так и серебра. Здесь очень удобно, можно рассматривать позиции, которые хочется купить с точки зрения инвестиций, ну а также и для коллекции. Например, вот Фиджи, смотрите, с динозавром, Крюгерант, классика. Кстати, Фиджи недорогая монета, 36,9 долларов. Кстати, цены в долларах тоже можете увидеть, насколько они разнятся. Немножко картинка ребит, но это уже издержки моего, так сказать, монтажа, назовем это так. Значит, смотрите, панда китайская, 22, 36 баксов, канадский, кленовый лист. Ну вот, панду Китая еще можно рассматривать с точки зрения инвестиций, потому что каждый год абсолютно разный дизайн и можно ее выстраивать в коллекцию. Канадский кленовый лист, ну сомнительная инвестиция. Разве что тут можно дождаться, когда они уберут королеву, ну тоже такое будет. Британия меняет периодически раз в 3-4 года дизайн монет, можно рассматривать как инвестицию с точки зрения еще и коллекции. Мексика красивая, большая монета, рекомендую просто хотя бы одну такую у себя в коллекции иметь. Ну цена, видите, на Афмак 43 бакса. Кукабара Австралия на унце 47 долларов вообще, а вот обычная кенгуру 30 баксов. Американские орлы, классика. Вот Армения, Ноев Ковчег. Интересная монета, я мечтаю когда-нибудь, если разбогатею, купить весь модельный ряд этих монет. Значит, существует Ноев Ковчег, не знаю, знаете вы или нет, от одной унции до 10-килограммовой монеты, представляете? То есть, вот такой набор можно собрать. То есть, от одной унции погнали, там 2, 5, 10 и так далее, до полкило, килограмм, 2, 5 килограмм, 10 килограмм есть, представляете? Такой наборчик можно, пирамидку себе собрать дома в коллекции. Австралия унция, дельфинчик четвертый, если я не ошибаюсь. 44 доллара, очень дорого, кстати, смотрите, обратите внимание. И симпатичная монета, кстати, думаю, будет неплохо. У меня были австралийские дельфины, я их все продал. Но присматриваюсь теперь, что было бы неплохо, может быть, и прикупить заново. Ну, посмотрим. Дальше, это в слабых. Так, китайский тигр, лунер, 87 долларов Австралия унция, офигеть. Сильверсван, это австралийский лебедь, 22-й год, 60 баксов. Ну, очень дорого, вы видите, какие цены. Так, 60 лет, 007 агенту Тувалу, 1 унция, 30 долларов. Недорого, надо посмотреть тираж. Не хочу сейчас тратить на это время, вы можете сами перейти на Афмакс и посмотреть тиражи. Но, по крайней мере, так, вместе обсудите, или вам, может, будет интересно. Вот остров Святой Елены, одни из моих любимых монет за последнее время. И, кстати, очень дешево. Но знаю, что это Добродетель Королевы, если не ошибаюсь, серия монет. Это третья монета в серии. Они недорогие, там достаточно большие тиражи, но монета красивая, идет в тубах, без капсул. Вот какая-то птица слева, Такилау. Леон Фиш какой-то, не знаю, что это такое. Ну, вот, 28 долларов. Недорого. Но у Такилау проблемы, очень часто монеты в молочке. Поэтому к Такилау относитесь очень аккуратно и внимательно при покупке монет Такилау. Ниуя, кстати, тоже не блещет. Так, это что у нас? Остров Вознесения. Одноун серебро, 31 грамм. Не знаю, но выглядит неплохо. Типа Георгий Победоносец, такой, нового дизайна. Симпатичная монета. Смотрите, гигантский дракон. То есть, уже дракон не микроскопический, как рисуют его там под лапами у лошади. А тут реально огромный дракон. Давайте посмотрим, что пишут на этой монете. Как она выглядит вообще. И какой тираж, что это такое вообще интересно даже стало. Смотрите, какая красотулечка. Блин, мне нравится. Мне нравится просто тема драконов на монетах. Что у нас? Елизавета. Елизавета дизайна австралийского. Значит, качество должно быть очень хорошим. Это, скорее всего, монетный двор Австралии Чекани для этого острова. Вот. Остров Вознесения. Одна унция. Святой Георгий. Дракон. Крутяк. Что у нас по характеристикам? Так. Где у нас характеристики? Обзор продукта. Читаем. 15 тысяч штук, дорогие друзья. Это супер маленький тираж. Все. Вот вам, пожалуйста. Нашли мы охеренную монету. Как для подарка, так и для инвестиций. Шикарнючий вариант. Стоит копейки. 30 долларов. Это 1200 гривен примерно. Так что вот. Нашли шикарную монету. Кто из дилеров, уже у вас их знакомых есть. Можете. Вперед. Из песни, как говорится. Так. Дальше. Последняя монета в серии Ган и Гиганты Ледникового периода. Тоже 15 тысяч штук тираж. Цена недорогая. И достаточно симпатичная. Смотрите, какой. Какой-то тигр с облизувой, наверное. Или что-то в этом роде. Инь Янь Токилау. Цена 28. Сомнительное качество, как обычно. Но можно просмотреть тоже. 28. То есть, самая, видите, низкая цена. 28. Вот Мексика 1 килограмм. 1600 баксов. Вообще капец. Так. Боги Олимпа. Атена какая-то. Не знаю. Новая монета в серии. 40 долларов. Недорого. Тираж там, по идее, небольшой. Симпсоны можно присмотреть. Но опять же, Тувалу такое сомнительное. Так. Вот Дракончик Австралия. Слиточек. 33 доллара. Это что такое? Собаки Динго. Две унции. Не знаю. Такое себе. Для любителей собак. Может быть зайдет. 5 унций. 360 баксов. Охереть. Мексика. Две унции. 150 долларов. Что-то. До хера. Это Мексика стоит. Что такие редкие монеты что ли? Кстати. Вот обратите внимание. Да. Вот 5 унций. 360. 250. Вы можете посмотреть просто на просторах интернета. Это по предыдущему видео. По той методологии. И может быть вы найдете себе такие большие монеты. Недорого. Вот Туба целая. 25 монет. 1150 баксов. Так. Лебедь. 4. 62 доллара. Так. Какая-то Ниуя. Какая-то зверюшка. Медведь что ли? Медведь наверное 28 долларов. Можно присмотреться. Кораблик Санта Мария. 28 долларов. Фиджи. Древние. Самураи наверное. Судя по всему. Я бы взял как фанат немножко самураев. Я бы взял себе может быть такую монету. Идеально. Чтобы там был ниндзя. Это для меня было бы еще интереснее. Более душевно так сказать. Так. Такилао. Быки медведь. Красивая монета. Качественно сделанная. Рекомендую. 28 баксов всего. Вот еще какой-то. Конго. Неплохая монетка. Ух ты. Какая кобра. Или змея ядовитая. Не знаю что это. 28 долларов. Неплохо. Так. Ну все. Обзор закончен. Короче на сегодня. Такой коротенький был обзор. Но вы поняли. Вот.